иду по лесу смотрю на тропинке лежат вишневые косточки поднимаю голову вверх а на дереве там едва-едва растут листочки то есть дерево погибает но это же лес подхожу ближе смотрю а дерево все вся эта вишня увита плющом то есть этот плющ дерево убивает буквально рядом такая же картина тоже вишня крона очень редкая ветки без без листочков и вот тоже огромный плющ вот этот посередке это плющ туда в траву заходить не охота и следующая вишня точно такая же то есть в лесу вишня расти не хочет здесь вот тоже остатки плюща потом кто-то его все-таки отпилил обрубил но толку уже нету что меня тут еще заинтересовало у нас давно дождя не было я что-то календарь не веду не могу сказать когда он дождик был но вот земля уже вся потрескалась вот такие вот трещины по тропинкам то бывает идет у нас дождик без остановки а то бывает аж земля отрезкается здесь вот весной спас пиливали деревья и поэтому в лесу образовалась такая хорошая прогалина там наверно посередке должен быть огромный пень но лезть туда не охота я как раз шортах нужно там все ноги ободрать но этой весной у нас много в лесу деревьев повыпиливали крупных деревьев местами вот такая вот только мелочь осталась до 20 сантиметров вот тоже трещина хорошая на земле просто шикарно босиком конечно по такой земле ходить не рекомендуется ну вот огромный пень наверное метр в диаметре босиком здесь конечно ходить не рекомендуется моя ножка для сравнения сорок четвертого размера пасеком здесь ходить не рекомендуется потому что местами валяется битое штекло по гальке конечно тоже идти она не очень приятно было бы галька острая сильная а цель моего сегодняшнего путешествия это даже никто не угадает узнаете только в конце видео вот здесь вот тоже деревья росли я нисколько не сомневаюсь потому что вся вот это вот куча веток она неспроста это как раз когда дерево спиливают потом эти все ветки остаются их тут же и бросают то есть ветки здесь никто не убирает то есть это джунгли называется для животных для зверей для птиц и так далее идти можно только по тропинке сбор грибов и ягод здесь запрещен ну и прочих целебных растений в общем здесь по лесу можно только идти гулять воздухом дышать на велосипедах тут ездит вот тут у нас с левой стороны между прочим растет хорошая вишня и это вишни я уже кушал в прошлом году надо будет сюда почаще заходить особенно наверное с утра и конечно внизу растет крапива это тоже очень хорошо очень радует поэтому надо одевать штаны ходить теплые плотные штаны чтобы крапивы не искалова но вот вишенки уже видно уже растут а на этом дереве у нас по моему называется наверное алыча или горькая слива дерево конечно не бог есть какое но других деревьев тут у нас нету лес у нас тут в основном листинный бывают местами хвойный лист растет лис лес растет хвойные деревья но в основном это наверное называется разнолесье если я правильно ошибаюсь то есть все возможные породы деревьев вот здесь тоже хорошая прогаренные там вот прямо по курсу у нас там вот пенек ага по моему это вон ну и местами вот так вот в лесу лежат чурки взяли бревно забрали чурки побросали причем судя судя по срезу это спилили буквально наверное этой весной мне так кажется это явно не прошлогодний спил это дерево тут бревно долго не успела пролежать косули тут местами встречаются в этом лесу но как правило слышно от косули только топот как она убегает ну и бывает она там в лесу появляется буквально там на мгновение то есть это сфотографировать или заснять практически невозможно то есть они если что-то сразу убегают кабанов в этом лесу нету и наверно это хорошо потому что кабаны плодятся круглый год если кабаниха с маленькими кабанятами то она долго не будет думать что и делать они если что-то сразу нападают ну вот здесь вот тоже вот была лужа все уже высохла здесь была лужа все высохло как я уже сказал дождя давно здесь не было вот здесь тоже лужа очень хорошая была я обычно весной когда доходил до сюда так вот идешь идешь дошел посмотрел развернулся и пошел назад а сейчас все высохло все уже можно идти хоть вдоль хоть поперек здесь вот земля еще чуть-чуть влажная но она уже все все уже высохла без проблем поэтому лесу гуляют конечно люди называется в туристической обуви здесь ездят велосипедисты на специальных велосипедах с широкими покрышками и гуляют конечно же люди с собаками вот велосипедист едет надо в сторону отойти пускай наяривает ну вот такие вот тут ездят без крыльев и когда он едет на своем велосипеде и грязь ему летит как говорится на спину и в том числе и на голову но велосипедистам это нравится наверное в этом есть весь смысл потихоньку постепенно приближаюсь я к своей цели еще немножко еще чуть-чуть вот здесь вот тоже вот в лесу видно пешеходы ходят и вот такие вот палки кидают поперек тропинки это специально для велосипедистов чтобы они там их не ездили чтобы пешеходов не пугали здесь вот поэтому лесу тоже частенько всякие тут палки тоже ложат ну это скорее всего люди которые гуляют с собаками или люди которые мне не нравятся отскакивать в сторону отпрыгивать когда на тебя несется велосипед безусипедистам а да что ой как солнышко светит хорошо как приятно тут где-то собаки лают бывают люди с собаками тут ходят но тоже не часто много собаководов тут нету там идет пешеход поставим на паузу ну вот наконец-то я дошел это значит куча лошадиного навоза и я это намереваюсь взять с собой домой потому как для огорода для моего небольшого огород на балконе как раз хватило бы в этом году у нас растет только один голимый горох конец